Куда не посмотришь, становится очевидным, что мир заболевает все больше. Больше и больше мужья и жены нарушают свои брачные обеты, эгоистичные амбиции ослепляют многих политиков, и даже в Церкви Иисуса Христа есть те, кто ради популярности оставляют истину, в которую однажды верили. Вопрос в том, как мы можем жить здоровой духовной жизнью в этом больном мире. Ответим на этот вопрос. Я не думаю, что у кого-то есть сомнения в том, что наш мир очень болен и становится хуже с каждым днем. Многих политиков сегодня ослепляют эгоистичные амбиции, а не интересы страны. И даже в Церкви Иисуса Христа есть люди, которые отказались от истины, которые они когда-то проповедовали. Ради популярности и признания, сегодня многие браки рушатся из-за нарушенных обетов по причине безудержной похоти и эгоизма. Самая большая опасность для верующих, оживущих в этом больном мире состоит в том, что они могут заразиться мировой духовной болезнью. И вот вопрос, как мы можем жить здоровой, духовной жизнью в больном мире, который становится все хуже. Начиная серию проповедей под названием «Здоровый образ жизни в больном мире», мы будем в частности рассматривать первое послание Павла Коринфинам. Вы спросите, почему я выбрал первое Коринфинам? Для иллюстрации сегодняшней проповеди. Дело в том, что город Коринф и его культуру можно отождествить современной западной культурой 21 века. Вы увидите, насколько болезнь, которой подверглись верующие в Коринфе, похожа на нашу болезнь сегодня. Вы обнаружите, что многие проблемы, на которые Павел указывает в Первом Послании, являются частью нашего сегодняшнего мира. Многие из болезней той культуры угрожали заразить коринфскую церковь, и они знакомы всем нам сегодня. В церкви Коринфа Павел стойко борется со многими недугами, которые мы видим сегодня. И поэтому его слова имеют для нас огромное значение и актуальность. Немного предыстория. Павел был миссионером церкви в Коринфе. Он был первым, кто проповедовал Евангелие в городе Коринф. Он основал в Коринфе церковь Иисуса Христа. Эта церковь доставила Павлу немало проблем. Именно поэтому он пишет два своих самых длинных послания в Библии именно этой церкви Коринфа. Но почему? Потому что Коринф был нелегким городом для проповедования Евангелия. Коринф был нелегким городом для верующих. В этом городе нелегко было оставаться верными Господу. Несмотря на эти невероятные препятствия, апостол Павел проповедует Евангелие в Коринфе, и он основал церковь Иисуса Христа в этом городе. Итак, вы можете себе представить, что Павел пытается навести порядок в церкви посреди этой токсичной среды и говоря уже о человеческой склонности к трению и распрям. Итак, они принесли в церковь безбожный образ жизни. Они приняли безбожную методологию и методы работы в церкви. Они начали применять в церкви мирские техники. Борьба верующих, по сути, заключалась в том, что они хотели сохранить все благословения, полученные благодаря вере в Иисуса, но также они хотели сохранить безнравственность культуры того времени. Они хотели быть одной ногой с Иисусом и одной ногой с истлевающей культурой. Они хотели ходить в церковь один день в неделю, но всю оставшуюся неделю они хотели быть похожими на своих безнравственных друзей. Вот почему Павел говорит им в 6 главе, в 8 и 9 стихах. Он говорит, что это просто невозможно. Так нельзя, потому что рано или поздно что-то возобладает. Люди перепутают приоритеты. Послушайте меня. Это важно. Мы, как и коринфяне тогда, очень часто путаем свои приоритеты. А вот что они делали. Они полностью избегали язычников и мира, которому они должны были свидетельствовать, чтобы привести людей к Иисусу Христу. Но в то же время они были дружны с безнравственными христианами. И Павел говорит, вам наоборот следует избегать аморальных и плотских христиан, но в то же время вы должны с любовью обращаться к языческому миру. Они запутались в своих приоритетах. И он говорит, вам нужно разобраться в этом и все исправить. Что меня поражает, так это то, что он называет их святыми. В разных переводах мы видим, что он обращается к ним никак иначе, как к святым Божьим людям. Только послушайте, что он говорит во втором стихе. «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освящен во Христе Иисусе, призванным святым». Только представьте себе это со всеми призывающими имя Господа нашего и Иисуса Христа во всяком месте у них, так и у нас. Павел называет всех верующих христиан в Коринфе святыми, несмотря на все их провалы и падения. Как так? Возлюбленные мои, послушайте, согласно Слову Божьему, каждый истинный верующего Иисуса является святым. Каждый рожденный свыше верующий святой. Павел называет святым каждого, кто верит, что Иисус единственный спаситель и Господь. Вне зависимости от того, верны они или нет, полностью они преданы Ему или нет, активны они или нет, верны ли они живут для Христа или нет. Но разве это не удивительно? Меня лично это потрясает. А почему? Потому что верующие в Иисуса спасены по благодати, а не по делам. И я хочу услышать на это громкое «Аминь». Потому что верующие в Иисуса уже имеют спасение, даже если поступают не так. Потому что для верующих в Иисуса ключевое значение имеют не их дела, а их вера. Эти коринфяне со всеми их недостатками, а они были грешниками по своим делам, но все же они были святыми по своему положению перед Богом. Потому что Бог смотрит на верующих сквозь призму праведности своего Сына Иисуса, который взял наши грехи на крест. Мы уже освящены. Но мы также освящаемся ежедневно. А вот почему Святой Дух всегда обличает нас в наших проступках. Он не обличает нас в том, что мы уже имеем через веру, потому что спасение это уже решенный вопрос. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе, но обличение приходит на наши проступки. Если мы будем честны с собой, мы обнаружим, что каждый раз, когда мы впадаем в искушение, каждый раз, когда мы преднамеренно грешим, каждый раз, когда мы впадаем в безбожное поведение, это происходит потому, что мы забыли, кто мы есть. Мы перестали думать, что мы царственное священство, что мы дети царя царей, мы братья и сестры Господа Иисуса, который забрал все наши грехи на крест. В этот момент нам нужно остановиться и напомнить себе, кто мы, кто наш Небесный Папа, и кто наш старший брат. Это Иисус, умерший за нас. Нам стоит напомнить себе, что тот, кто в нас, больше того, кто в мире, живущий в нас, сильнее нашего искушения. Тот, кто живет в нас, может дать нам силу вести здоровый образ жизни в этом больном мире. На основании чего мы можем вести здоровый образ жизни в больном мире в первой главе с четвертого по девятый стих. Павел дает нам ответ на этот вопрос. Поскольку мы были провозглашены святыми, и это уже свершившийся факт, то мы должны жить святой жизнью. И поскольку нам дарована святая природа, мы можем жить святой жизнью, поскольку святой Бог видит нас святыми. мы способны мы способны жить святой жизнью. Констатация факта здесь идет перед призывом. Сначала он говорит, кто мы во Христе, а потом, что мы должны делать, как мы обязаны жить. Сначала изъявительное наклонение, а потом уж и повелительное. Изъявительное, вы уже освящены. Повелительное, посему вы должны. Вы уже таковы, поэтому вы должны жить в соответствии со своей новой природой. Вы уже провозглашены святыми, поэтому живите свято. Вы уже такие. Живите соответственно. Вот о каком великом благословении здесь говорит Павел. Но сегодня я хочу, чтобы мы взглянули на самое первое несоответствие между нашим положением в Боге и нашими делами. Мы имеем положение искупленного Богом народа. Это положение уже наше на всю вечность, но при этом на практике мы зачастую неверны Богу в своих поступках. Я покажу вам первое несоответствие между нашим положением в Боге и нашей святой природой. И покажу вам, почему Павел из всех проблем этой церкви, а мы увидим, что их было немало, выбирает именно эту, одну проблему. Этот поступок, огорчающий Господа. с 10 по 17 стих вы увидите это первое несоответствие, потому что в любой церкви, абсолютно в любой церкви, первое, что разбивает Богу сердцем, что огорчает его очень сильно, это когда в церкви происходят распри и разделение. Поймите меня, пожалуйста, правильно. Я прекрасно знаю, что конфликты и несогласия это часть нашей жизни, нам без них не обойтись. И да, я в курсе этого. Естественная склонность человека от рождения до смерти делать то, что хочется, и культура это поощряет. Культура нашего общества говорит, хватай все, что можешь. Наша культура говорит, действуй, независимо от того, обидишь ты этим, кого ты или нет, ни на кого не смотри, мало что может испортить свидетельство верующего так, как ссоры и распри. А сегодня в церкви существует множество разделений, и это вызывает у некоторых неверующих сомнения в христианской вере, я не говорю о каких-то глупостях, о неважных вещах для нашего спасения. Я говорю о важных библейских доктринальных вопросах. У коринфян было много духовных болезней, но апостол Павел решил разобраться именно с этой проблемой, с культом личности. во-первых, потому что это реально большая проблема, потому что секты ищут, кого бы обратить в свой культ и покорить лидеру культа вместо того, чтобы обратиться ко Христу. В том, что касается авторитета Библии, в том, что касается непогрешимости Слова Божьего, в том, что касается центральной роли Иисуса Христа, я хочу, чтобы вы знали, что это то, за что я не только готов умереть, но и готов умереть за это прямо сейчас. Что касается авторитета Библии, что касается непогрешимости Писания, вы обнаружите, что в нашей церкви нет разделения. И я расскажу вам, почему. С этой кафедры вы слышите то, что вы слышите на уроках по разбору Писания. То же, что вы слышите в домашних группах. Почему? Потому что Бог не сбит с толку и не противоречит себе. Потому что Бог не не согласен с самим собой. Потому что Бог и Его Слово одно. Святой Дух автор Его Слова. Вот почему Павел призывал коринфских христиан согласиться с фундаментальной истиной Писания. Он сказал, что вы не должны следовать культом личности, даже если сам Павел является одной из этих личностей. Они говорили, «Я Павлов, а вот я Аполлосов, а я Кифин». Но Павел говорит, «Разве я умирал за вас? Или, может быть, Аполлос или Кифа? О, нет, и миллион раз нет». Какова главная цель единства во Христе? Для чего нужно единство? Какова его цель? Послушайте, единство во Христе – это воля Божия. Единство во Христе – это воля Божия. Я хочу, чтобы вы сказали сейчас это вместе со мною. Псалмопевец говорил, «Как хорошо и как приятно быть братьем вместе». В третьей главе первого послания Петра он говорит о единстве между мужем и женой, и он очень ясно дает понять, что когда между мужем и женой нет единства, когда между ними разобщенность, он говорит, «Вы не увидите ответа на ваши молитвы». Прочитайте это место, когда приедете домой. Первое послание Петра, третья глава. Вторая причина заключается в том, что единство во Христе прославляет Господа, и поэтому источником нашего единства является никто иной, как сам Святой Дух. Он автор Библии, он автор Писания. Павел также показал этот принцип в послании к филипийцам. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но посмиренно мудрю почитайте один другого высшим себя». Послушайте, возлюбленные, хождение в Духе, подчинение власти Духа, подчинение Слову Божьему, порождает смирение и единство, и, несомненно, вызывает в нас любовь друг к другу, тогда как похотливость исследование своей плоти, порождает гордыню, эгоизм, свои нравия, и, следовательно, разделение. В заключении я хочу рассказать вам одну историю. Я прочитал эту историю несколько лет назад, и по запрещенным нынче словам вы поймете, что это старая история, но суть ее по-прежнему актуальна для нас. Я просто прочитаю вам эту историю. Посетитель отправился посетить то, что тогда называлось сумасшедшим домом, и посетитель увидел, что сто заключенных охраняют всего три охранника. И поэтому он спросил заместителя начальника тюрьмы, он сказал, «Разве вы не боитесь, что эти сто человек одолеют трех охранников и сбегут?» Я цитирую вам слово в слово. Заместитель начальника тюрьмы сказал «нет, потому что психопаты никогда не объединяются». Как я уже сказал, мы эти слова уже не употребляем, но именно духовное истинное здравомыслие объединяет людей во Христе и для Христа. Истинное духовное здравомыслие приносит плод Духа Святого. Истинное духовное здравомыслие привлекает неверующих ко Христу. Оно привлечет ко Христу даже тех христиан, вера которых угасла, когда они увидят это единство, эту любовь и это посвящение. КОНЕЦ КОНЕЦ